С космодрома Куру во французской Гвиане стартовала европейская тяжелая ракета-носитель Ариан-5. На ее борту аппараты международной миссии Пеппи Коломбо для изучения ближайших к Солнцу планеты — Меркурия. Зонды создавались европейским и японским космическими агентствами. На них есть и российские приборы. Один из них — МГНС, меркурианский гамма-нейтронный спектрометр, созданный учеными Института космических исследований. Этот прибор фактически состоит из двух частей. Первая часть — это нейтронная, и вторая, которая регистрирует нейтронное излучение, вторая часть, которая регистрирует гамма-излучение. Та часть, которая регистрирует нейтронное излучение, эта часть прибора очень похожа на прибор ХЭНД, который в 2001 году был запущен к Марсу и работает там по сей день. Эта регистрация нейтрона на Марсе позволила обнаружить большое содержание воды. Беппи Коломбо назван в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо. Соединенные в один полетный модуль аппараты через семь лет достигнут Меркурия. За это время совершат девять гравитационных маневров около Венеры, Земли и Меркурия. Научные зонды землян будут работать на орбите Меркурия не менее года, собирая данные о составе, плотности, магнитном поле и экзосфере, а также исследуют взаимодействие планеты с солнечным ветром. Но главная цель — найти залежи водяного льда на полюсах самой близкой к Солнцу планеты. Здесь мы хотим понять возможное присутствие воды на поверхности Меркурия. И это, конечно, очень такая парадоксальная задача в некотором смысле, потому что Меркурия — очень горячая планета, он ближе всех других планет расположен к Солнцу. Там, конечно, очень жарко, и, казалось бы, трудно надеяться на то, что там на поверхности сможет находиться или близко под поверхностью водяной лёд. К 2020 году с космодрома Сичан Китай выведет на орбиту искусственную Луну — спутник с отражателями, которые будут освещать города в ночное время. Спутник планируют разместить над городом Ченду. Если первый запуск пройдет успешно, то к 2022 году в космос выведут ещё три таких объекта. И всё же первые опыты в разработке космического прожектора реализовала Россия. Проект «Знамя» был многообещающим и начался успешно. 4 февраля 1993 года 20-метровое зеркало из тончайшей алюминизированной плёнки развернулось на орбите и осветило Землю. Эксперимент «Знамя-2» привлёк внимание всего мира и доказал возможность освещения Земли с помощью космического зеркала. Это событие, его приравнивали потом в заграничной прессе с запуском первого человека в космос. К сожалению, этот проект продолжения в России не получил. Специалисты входящего в Роскосмос-холдинга «Российские космические системы» разработали новую цифровую систему оплаты проезда и управления работой общественного транспорта. Её внедрение позволит в режиме реального времени отслеживать загруженность транспортных средств на маршруте, оптимизировать пассажиропотоки, планировать развитие инфраструктуры городов. В НПО «Энергомаш» в рамках опытно-конструкторских работ «Феникс» по созданию маршевого двигателя для ракеты-носителя «Союз-5» завершено изготовление эталонного макета двигателя RD-171MV. В макете были реализованы новые конструктивные решения по данному двигателю, а также учтены особенности, связанные с его применением на ракете-носителе «Союз-5». Дата возвращения на Землю нынешнего экипажа МКС и срок запуска следующей экспедиции будут определены после окончания работы комиссии по расследованию причин аварии «Союза ФГЭТ». В настоящее время на МКС работают космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт НАСА «Сирена-Унион Ченслор» и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст. Астрономы в поисках загадочной планеты Х открыли в Солнечной системе еще одну карликовую планету. Новый мир получил официальное название 2015 TJ387 и неофициальное «Гоблин». Планета размером 300 километров движется по вытянутой орбите, уходящей далеко в облако Оорта. Стартующая 64-я российская антарктическая экспедиция вместе с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета и специалистами НАСА продолжит работу в районе оазиса Шермахера около станции Новолазаревская в Антарктиде, где условия схожи с марсианскими. Там будет отрабатываться методология поиска следов форм жизни, бактерий и микробов, которые будут применены на Красной планете. Солнечный танец. Протуберанец под силами магнитных линий нашей звезды кувыркается словно танцор-акробат. Его размеры столь большие, что наша Земля легко уместилась бы в его арке. Утро 26 октября. Береговой бодр. Чувствует он себя прекрасно. 26 октября 1968 года на орбиту Земли был выведен космический корабль «Союз-3», который пилотировал летчик-космонавт, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник Георгий Тимофеевич Береговой. Георгий Тимофеевич – страстный фотокинолюбитель. Он с особым удовольствием ведет съемку. В иллюминаторе Земля. Через 4 дня, 30 октября, космический корабль «Союз-3» совершил посадку. Этот полет стал первым после катастрофы космического корабля «Союз-1» и гибели космонавта Владимира Комарова. В истории отечественной космонавтики Георгий Береговой стал единственным космонавтом, удостоенным высшей награды страны – звезд Героя Советского Союза за боевые заслуги и за освоение космоса. Земля. Совсем не важно, какого она цвета и запаха. Мягкая она на ощупь или наоборот, жесткая, колючая, теплая или холодная. Сейчас Земля для меня – мой дом, который, возможно, очень скоро предстоит покинуть. Последняя моя встреча с ним была, был какой-то праздник космический, когда уже расходились, а у меня не было машины. Он говорит, только поехали, я довезу. Так, значит, и, значит, он меня довез, он меня, я в центре там был, жил. Значит, я довез он меня, и мы с ним попрощались, и это была последняя встреча. Полумесяц над холмами Румынии. Не серп молодой Луны, а планета Венера в 54 миллионах километров от Земли. Уже в конце октября Венера станет утренней звездой и будет видна перед восходом Солнца. Наблюдатели на берегу океана. Это запуск ракеты-носителя Falcon 9 с калифорнийского космодрома Вандерберг в США, в 250 километрах от места съемки. Шаровое звездное скопление в Большом Магеллановом облаке. Будто россыпь драгоценных камней. Видны спектры звезд. Красные – холоднее нашего Солнца, а синие – самые горячие звезды во Вселенной. До этих звезд 160 тысяч световых лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...